всем здравствуйте добро пожаловать на мой канал снова немного пропала как-то настроение не особо цветочное для записи видео но сегодня собралась с мыслями хотя погода весьма не способствующая показу растений на улице пасмурно дождь идет ветер окна запотели потому что отопления нет вот окна запотели ну ничего надеюсь будет видно постараюсь показать и сегодня я хочу показать те хои которые у меня растут постоянно на постоянной основе на естественном освещении без дополнительной подсветки я уже рассказывал что я живу на первом этаже но у меня юго-восточные окна после даже южной наверное и летнее солнце мне притеняет балкон соседей которые над этим окном а зимой солнце низкое и в окна мне попадает и поэтому растением в принципе света хватает мы ходим в частности так ну и начну я свой показ с хойки которые вы сейчас видите это хоя sunrise так она загорела недавно я сейчас развернула чтобы другая веточка также покрылась загаром как только вот солнышко начало попадать в окно осеннее да чуть пониже стали стало солнце то вот загар появился на листиках такой красивый листики окрасились у него красоточка так рядом с них у я лиза также растет у меня на естественном освещении в принципе достаточно хватает и видимо освещение всего растет нормально так тут еще у меня хоя ир-26 вот здесь видно тоже немножко покрывается загаром такая вот веточка я их не опрыскивала для того чтобы вам показывать это их реакция на погоду за окном на вот эту вот влажность вот такая вот ир-26 дальше хоя крин ой crimson queen также растет здесь вымахала такая лошадка принципе тоже и все нравится вроде как вот те которые листики помоложе они немножечко с розовинкой может видно хоя олениана у т-152 если не ошибаюсь у нее тоже ой молоденькие листики растут когда солнышко хватает такого бордового цвета вот здесь немножко видно да они такие мокрые как будто бы их опрыскивала не не опрыскивала потом еще эритрина также вот так красиво загорает на окне я есть тоже развернула чтобы с другой стороны она также загорела такая вот красавица потом хоя оба вата сплэш растет здесь все время никуда я не переносила ну освещение для сплэшности ей хватает потом кто мне здесь еще ага здесь еще висит хоя и pc-301 красиво у нее сплэшные листики с прожилками вот видно да верно это родственница паразитики лао чем-то мне листья напоминает такая вот она красивая хойка также света и хватает в принципе все нормально так дальше кто тут мне еще растет оба вата варигатная такие вот листья у нее тоже красивая а естественном освещении и сплэш есть все красиво лист вообще такой огромный иногда листья у нее бывают так вот закрученные это когда ее подсушиваю боюсь просто перелить в итоге чуть больше подсушила и немножко листик получился закрученный так здесь у меня ядос малагентис вот эту хую я не так давно что перенесла надеюсь что она загорит почему-то я видела у некоторых она загорает мне тоже хочется загар от этой хой потому что вроде листья ничего такого вот если загорит будет красиво потом кто-то еще вело за длинным листом все время она здесь растет тоже вот такие красивые листья вообще все мокрые мокрые я же вообще не опрыскиваю красотка нормальные тут тоже по освещению все красиво так здесь у меня растут в одном горшке 2 хой лобби лобби крем и лобби и dark red вот это лобби крем она мне просто цвела я помню видите у нее от солнца даже резкость и резкость у нее сплэшники даже розовые надеюсь видно что-то неудобно показывать камерой кто здесь еще у меня растет здесь у меня еще балаенсис уже света и хватает красивая лошадка мне выросло здесь надеюсь может быть даже зацветет и так красиво желкование кое симпатичная такая листья красивенькие дальше 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 хая макрофила потов gold одна из моих экземпляров тоже она растет на естественном освещении ну принципе вроде ничего так манипуренсис я наверное никогда не показывала потому что никак не могла подружиться стихой а кстати вот с наступлением холодов у некоторых моих ой вот такие вот листики некоторые желтеют ну чаще старые и отпадают если у вас тоже такое случается то не сильно паникуйте меня это каждый прохладный сезон случается перепады температур поэтому я уже отношусь к этому спокойно вот потом так манипуренсис ой это хоя ну ничего такого но она какая-то капризная вот сейчас наконец-то вроде расти начала здесь вот видно тронулась рост а так у нее такие листья сердечком клинышком пушистенькие какая-то она может природник я не изучала что это за хоя в общем какая-то она немножко капризна ватая принципе должна вроде цвести посмотрим мужская зацветет не знаю так еще здесь растет латифолия также хватает ей света все нормально в принципе хоя куртиси сплэш ой вот так ой надеюсь не темно такие у нее серебристые листочки есть зеленая куртиси у нее больше зелени на листьях а это сплэшный сорт у нее листья даже бывают практически серебряные такие вот красивые классная хоя беспроблемная все время здесь она у меня висит такой вот вырастила гриву все нормально у нее так дальше хоя филиппинес не знаю смогу ли показать вот такие-то не листья желкованием тоже красивым также все время растет у меня на этом месте растет нормально вроде потом глабра большие крупные такие листья с прожилками вот какой лист вообще огромный также хватает и света такая вот красотка также мокрые вообще мокрые все как будто бы я их тут не знаю из душа поливала вот такая вот красоточка так дальше мельфлуа подвесила сюда принципе она зелеными листьями все большинство хой как может вы сейчас заметили у меня либо те которые зеленые вот либо которые просто простые в уходе либо сплошные они спокойненько вот растут на подоконнике то есть вроде вроде не жалуются кстати а филодендроны вообще вон смотрите капли капают вообще как они реагируют на влажность повышенную за окном так следующее это хоя flora silent у меня еще не цвела она уже нарастила гриву возможно зацветет не знаю как идет она красиво вообще видела на фотках цветет красиво очень так компакта также постоянно здесь произрастает в принципе все нормально немножко ее подсушила летом нормальненько вот отошла все хорошо с ней потом лакунозы тоже у меня здесь растут это лангави сколько я помню так тут еще лакунозы эскимо сейчас не цветут они вообще цветут так здесь еще матильда матильда вот такая вот матильдочка здесь здесь видно потом вместе с ней здесь растет под номером не знаю не помню номер какая-то такая потом кринку 8 вот так же здесь свисает таким бубликом растет нормальненько хоя могилеврея насколько я помню может путаю там по моему похоже еще у меня где-то было не буду тверждать но короче как зацветет будет видно что это за хоя пока вот такую тоже плеть огромную нарастила ко всем лезет вон там к моим орхидеям лезет чем короче все у нее хорошо в общем нравится походу и здесь расти так кто еще здесь еще полинейра брогет вот такие листья почти серебристые краплениями зеленого тоже все нормально ей потом форбусе здесь еще видно здесь вообще прям под потолком они вот у меня висят на трубе вот под потолком но потом они свисают вниз и поэтому света им хватает солнечного потом вроде как все нормально ну вот такая вот композиция вот такие хои вроде всех вспомнил кто здесь которые у меня растут на подоконнике на естественном свече никакой подсветки здесь нет и не будет потому что не получается еще локи еще раз покажу такие лобби которые мне здесь растут обе да вот еще раз вело за такая красотка классные лозы мне нравится на мне она больше нравится чем та которая с круглым листом я об этом говорила уже вот куртифи классная такая всякая малышня тут еще может кого забыла ну вот это вот диссидия например миллион сердец ну вроде похоем все вообще когда у меня какие-то другие сорта вырастут покрупнее конечно не поедут на подоконник потому что на стеллаже у меня полки расположены близко друг другу и взрослые экземпляры я не смогу там выращивать поэтому скорее всего они будут также произрастает здесь ну а там уже будем смотреть хватает им освещения не хватает им освещения так ну вроде все показала что хотела какие хои растут может кому будет полезно видеть что в принципе многие сорта хои очень хорошо себя чувствуют на естественном освещении это вот опять вот это диссидия миллион сердец с этой стороны уже показалось сердечками тоже на мне одно время не хотела расти вот а потом тронулась все хорошо у нее растет так себе скоренько так молоденькие листики так ну вроде все показала как я уже говорила и сейчас я вам покажу пень хои но ночь который у меня ожил сейчас вот этот пень который я вам когда-то показывала и не давала ему практически шансов на жизнь говорила что процентов 80 то что он не оживет но она жил жил вот такую выдал мне веточку вот такой страшненький листик вообще не похож на тот который должен по сорту но опять же я считаю что это еще ничего не значит у меня такое ощущение и подозрение что растет это веточка этот новый листик от сил взятых у именно этого листа старого и вот этой вот именно как то сказать дровоняшки короче то есть не от корней берет он силу потому что корни там такие страшные а вот именно то что есть у этого черенка силы вот он с него и берет посмотрим посмотрим ну и для сравнения так не падай сейчас покажу черенок который я тогда брала укореняла вот так вот выглядит черенок этой ночь вот вот такой вот он уже за это время вот сколько листьев таких и вон там новая веточка пошла и это вот тут новый лист и это при том что как я уже рассказывала в жаркое время года хои чувствуют себя у меня не очень хорошо они замирают и вот можно видеть отсушивал он уже эту плеть ну и по новой вот вырос вырастил и листики дал и все красиво поэтому конечно выбор за вами стоит ли покупать такие дни но я бы все-таки не советовала проще купить вот такой даже не укорененный черенок но правильного укоренить когда молоденький скажем так не молоденький в плане не вызревший а в плане того что он скажем так свеженький с хорошей с хорошим потенциалом чем вот купить такой пень и надеяться на чудо в моем случае да это больше похоже на чудо и я же говорю я не на сто процентов сейчас все равно уверена что дальше он не замрет потому что такие случаи тоже бывают посмотрим посмотрим буду держать в курсе вот если что-то тут получится покажу вот там еще наметился еще один лист вот если он вырастет нормально тогда вам покажу все всем спасибо за просмотр извините если какое-то сумбурное видео если там что-то говорю не так потому что настроение все равно не не особо такое располагающее для съемок видео но возможно кому-то будет интересно ну и познавательно до встречи в новом видео всем пока